Добрый день, уважаемые зрители. Продолжаем рубрику ответов на ваши вопросы. Добрый день, уважаемые зрители. Добрый. Как движется финансирование строительства ПКТБ? Достаточно ли средств уже привлечено? Достаточно ли будет сумма, заявленной для полного окончания финансирования в 50 миллионов долларов США? Как движется? Показываю. По-разному движется. Движется в зависимости от того, как рекламируется проект, как привлекаются инвесторы, как существующие инвесторы выплачивают рассрочку, в зависимости от их возможностей финансовых. По-разному движется. Но, тем не менее, все действия, которые предпринимает команда, коллектив проекта со всех сторон, он позволяет выдерживать вот такой ритм равномерный, да? Достаточно равномерный, с учетом всех обстоятельств, которые налагаются, и пандемия с коронавирусом, и климатические условия, которые тоже отпечаток наносит. Вот поэтому идет, идет, движется проект. Вот что касается достаточности средств в 50 миллионов долларов или других сумм, я не один раз говорил, что я не люблю озвучивать какие-то цифры, потому что мне сразу приписывают и говорят, это вот так вот, это будет 50. А вы мне скажите, а вот так вот будет, что курс у нас никуда не гульнет, что цены останутся стабильными на услуги, что других событий не произойдет каких-то. Может кто-то сказать? Вы можете? Я думаю, можно только предполагать, не более. И мы предполагаем. Поэтому вот 50 или не 50. Когда проект начинался, была посчитана экономическая модель. Сколько средств необходимо для того, чтобы решить. Исходя из тех условий, в которых стартовал проект. Всем ясно было, понятно, что все будет меняться, будет динамично меняться. Но когда вы с чего-то начинаете, надо с чего-то начинать и называть именно исходя из конкретных условий. Если вы там пытаетесь заложиться куда-то больше, вам говорят, нет, 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 нет. Подождите, это не правильно. Потому что обычно считается устойчивость проекта. А считается, кто изучал инвестирование, как составляется бизнес-проект, там считаешь как. Вот сделали проект, посчитали. Потом смотрим. Устойчивость проекта. Ну там точки безубыточности не будем говорить. там условно-постоянно, переменные расходы. Это другой вопрос, где определяется объем реализации, который нужно достигать. Мы имеем в виду вот эту часть реализации. И смотрят, а что произойдет с проектом, ежели цена увеличится там сырья, либо материалов, либо строительства на столько-то процентов. А что произойдет, если рабочая сила подорожает? А если это, а это, а это? Считается устойчивость проекта. Точно так же считаются и краудинвестинговые проекты, именно венчурные проекты. Они тоже считаются, исходя из того, а что произойдет, если изменится курс? А будет ли достаточен сегмент, на который рекламируется этот проект, тот сегмент, который является потенциальными инвесторами? И так далее. Потому что, а что произойдет, если он удорожается? Ну, вот это все просчитывается. Потому что ясно было понятно, что рубль был стабильнее только в советское время по отношению к доллару. Четко, конкретно. В современной России рубль – это тахикардия. Собственно, ты начали назовешь, вместе с аритмией его колбасит, но все время пульс растет, давление растет. Это как у людей с возрастом. Поэтому курс растет, постоянно растет, и все это удорожает. Но, если мы сейчас спроекцируем целых туда курсы, то вот те средства, которые зашли, пересчитаем их, ну, зашло 27 миллионов. Инвестиции – это даже не 40. А если мы по тому курсу пересчитаем 50, то так, как вот сейчас движется, ну, практически должно хватить. Но опять-таки должно – это как? А не изменится ли? Ведь есть сроки прохождения, там, получения разрешения. По закону столько времени на рассмотрение и так далее, сколько будет сада, сколько предпринимали шагов тормознуть проект. Ведь надо понимать, что то, что декларируется, и то, что на самом деле происходит, – это не одно и то же. Не одно и то же. И надо понимать, что, допустим, та же самая стоимость строительства мы узнаем только тогда, когда построим. И если мы начинаем строить другой объект, другой завод по этой же документации, то мы тогда сможем назвать и сказать, что уважаемые партнеры, коллеги, инвесторы, вот он нам обошелся во столько. А вот если сейчас мы начнем в реалиях этих-этих-этих там-то-там-то строить, то это обойдется столько. Вот если в этом регионе. А если мы поменяем регион? А если это будет другая страна? Подводные камни всплывают неспроста, я так полагаю. – Ну да. Это, как есть притча про пять слепых, которым попросили пощупать, сказать, что это. На что похож слом. Один за ногу схватил, другой за бивень, третий за хвост, четвертый за ох. Пятый за пузно. И у всех сложилось свое представление. Что ж такое слом. А на самом деле слом остается сломом. И мы, когда двигаемся куда-то, мы постепенно формируем картину общего. Общую картину всего. И вот точно так же, как мы формируем эту картину, формируется и здание, и весь процесс, и формируется и коллектив. Потому что не сразу же он наращивается, коллектив. Постепенно нарастает и так далее. Этот проект постепенно формируется, вырисовывается. И во сколько он обойдется, мы будем знать тогда, когда мы заключим уже первую сделку, запустим все, сдадим госкомиссии. И первую сделку закручиваем. И тогда узнаем, во что он обошелся. А на тот момент, это вот как ситуация, мы уже разговаривали на эту тему, с газопроводом, с «Северный поток-1». Когда полтрубы, либо полная труба. Хорошо, что была труба. Хорошо, что была труба. А это точно так же, как русская поговорка, говорит, что готовь в сане летом, а телегу зимой. Поэтому хорошо, когда она у тебя уже есть, к нужному моменту. А если или нет? Потом мы прекрасно понимаем, что происходит, куда движемся, какие вопросы будут актуальны через несколько лет. И востребованы. Туда идем. И к этому моменту мы подойдем подготовленным и подготовленным предложением для рынка. И то, что сейчас ситуация меняется, и в России меняется, это очевидно и факт. Вы же сегодня на пяти минутке слышали вопрос, которые озвучивались. И кто проявляет, какие заинтересованности, и так далее. И сейчас в лаборатории там что у нас происходит? Интересно. Ну, когда готовятся к проведению тестов, но не наших. Не наши оборудования. Так же и все другое. Поэтому что могу сказать? То, что вот суммы, которые названы, они предполагаемые, но реальные, могут быть другими. Абсолютно разными. Потому что поговорка гласит, что мы предполагаем, а судьба располагает. Надо быть готовым к разным ситуациям. Потому что вот даже происходящие события, где-то анализировали даже 14-го года. Мне многие знакомые говорили, а это ненадолго, это там, это самое. Ребят, не суйтесь на Донбасс. И это надолго. Там мы этих ватников порвем в клочья. Я говорю, ну-ну. Вы не понимаете, какая идет игра. Вы не понимаете, во что вам это станет, эта игра. Ну, стало, прогноз сбылся. Потом есть два состояния, когда мы сделаем правильный прогноз, а когда неправильный. Мы не вельфанды, у нас не прогноз погоды, у нас серьезно. Хотя прогноз погоды тоже влияет. Спасибо. Спасибо за ответ. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова